Беседа 50-я. Деяние 23-31-428. Итак, воины, по данному им приказанию, взявшие Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день предоставивших конным идти с ним возвратились в крепость, а те, пришедшие в Кесарию и отдавшие письмо правителю, представили ему и Павла. Как бы какого царя Павла сопровождали оруженосцы в таком множестве, притом ночью, опасаясь нападения буйного народа. Выведшие его за город, они оставили его. Тысяченачальник не отправил бы его под такой сильный сража, если бы сам не признавал его невинным и не видел решимости иудеев на убийство. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой области, и узнав, что из Килики, сказал, я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители, и повелел ему быть под стражей в еродовой притории. Лихий уже написал в его защиту, но, несмотря на то, иудеи снова нападают, стараются склонить слушателя на свою сторону. Павел снова ввергается в оковы. А каким образом? Послушай. Через пять дней пришел к пересвещению Канания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. Смотри, как они не отстают, но, несмотря на бесчисленные препятствия, приходят, чтобы посрамиться и здесь. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде, со всякой благодарностью признаем мы, что тебе за сопочтенный Феликс, обязанным и многим миром, и твоему попечению, благоустроением всего народа, но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя, выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением. Если вы сами намерены действовать, то для чего вам ритор? Смотри, как он в самом начале представляет Павла новым водителем и возмутителем, а похвалами склоняет судью на свою сторону. Потом, как бы имея говорить многое и как бы умалчивая прочим, говорит, «Многое многим не буду утруждать тебя». Смотри, как он склоняет судью к наказанию Павла, как будто нужно было обуздать развратителя целой вселенной, и как будто они совещаются о деле великом. «Нашедший сего человека язвою общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по закону нашему. Но тысяченачальник Лисий пришед с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Говорит, «Протеялись иудеям, живущим во вселенной. Обвиняет его как язву и общего врага народа, и как начальника ереси Назареев». Название Назареев считалось поносным. «Потому они и прибавили это, поставляя это ему в укоризну, так как Назарет был маловажный город. Нашли, говорит, смотри, как коварно представляет его беглецом, и как будто лишь только взяли его, между тем, как он провел в храме семь дней. По закону нашему хотели судить его. Смотри, как оскорбляет и закон. Как будто он предписывал бить, умерщвлять и строить ковы. Затем обвиняет и Лисия. Ему не следовало, говорят, делать этого. Но он сделал. И иудеи подтвердили, сказавши, что это так. Что же, Павел, молчит ли при этом? Нет. Он опять смело отвечает, и при том, по желанию и димона. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал. Павел, зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилища, ни в синагогах, ни по городу. Они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Свидетельство перед судьей, правду, это не слова лести. Таковы, например, слова. Много известно. Для чего же вы восстаете несправедливо? Смотри, они домогались несправедливого. А он искал правды, потому и сказал. Благодушнее, что о мне отвечаю, заимствует доказательства и от времени. То есть много лет, говорит, знают жизнь мою. А какую силу имело это доказательство? Великую. Этим он показывает, что судья сам знает, что он не сделал ничего такого, в чем обвиняют его. Если бы он производил когда-нибудь возмущение, то судья знал бы, и это от него не укрылось бы. Обвинитель не в состоянии, будучи указать ни на что из действий Павла в Иерусалиме. Смотри, что говорит. Всем иудеям, живущим по вселенной, прилагает ложь ко лжи. Потому Павел в опровержении этого и говорит, что я пришел поклониться, и как бы так оправдывает себя. Я слишком далек от того, чтобы производить возмущение. На этом справедливом положении, которое было так сильно, он останавливается, прибавляя. Ни в храме не находили меня, говорящим, ни в городе, что и тоже было справедливо. Тот называет Павла предстателем, как бы на сражении или в мятеже. А он, смотри, как кротко отвечает. Но в том, признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. 430. Смотри, те представляли его противникам закону, а он в свое оправдание показывает себя преданным закону и, подтверждая, сказанное добавляет. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыни народу моему и приношения. При всем нашли меня очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом. Для чего ты возвратился? Для чего пришел? Помолиться, говорит, принести милостыню. Это дело не возмутителя. Потом указывает на их личность и, не обращая на нее внимания, говорит, это были некоторые асийские иудеи, которым надлежало бы предстать перед себя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть и и самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение воскресения мертвых я ныне судим вами? Тем особенный сильный оправданец, чтобы не убегать от обвинителей, но быть готовым и отвечать им. За воскресение мертвых, говорит. Не сказал ничего такого, о чем мог бы сказать по справедливости, то есть, что они клеветали, задержали и устроили ему ковы. Все это говорится о них писателям. А сам Павел, несмотря и на опасности, не говорит, но умалчивает и только оправдывается, хотя мог бы сказать многое. А что он пришел столь большим отрядом, это сделало его известным и в Кесарии. И нашли, говорит, меня в церкви очистившегося. Как же он осквернил ее? Невозможно было одному и тому же очищаться и молиться, и в то же время прийти и осквернить. И то служит доказательством его справедливости, что он немногословен. Это нравится и судьи. Мне кажется, что для него он и сокращает свои оправдания. Но обратимся к вышесказанному. Наперед долго говорил Тартул, заметив, что он сокращает речь, он не сказал. Послушай, как было дело. Но, зная, что ты много лет, молю тебя выслушать нас своей кротостью, употребляет такое выражение, вероятно, излезти. Впрочем, действительно, это знак скромности, когда кто имеет сказать многое, но не желая беспокоить другое и говорить немногое. Нашли этого мужа, губителя, который покусился и храм осквернил. Следовательно, не сквернил. Но не сделал ли он этого в другом месте? Нет. Иначе обвинитель сказал бы. Между тем он говорит только покусился. И каким образом не прибавляет. Так он преувеличивает все, что относилось к Павлу. А что касалось их, смотри, как уменьшает. Его же, говорит, и взяли, и по закону нашему хотели его судить. Этим выражает, что им прискорбно было идти в чужое судилище, и что они не беспокоили бы его, если бы тысяченачальник не принудил их к тому и не отнял у них этого мужа, что не следовало ему делать. Обида была нанесена, говорит, нам. Потому и суд над ним должен был производиться у нас. А что это так, видно и следующего. Со многой силой, говорит, то есть с насилием. Не смеет прямо обвинить, потому что Феликс был человек снисходительный. Но и не без цели делает такой переход. Желая опять показать, что он не лжет, предоставляет обвинять себя самому Павлу. От него, говорит, сам можешь, остудив, о всем этом узнать. Затем выступают и свидетели сказанного. Обвинители сами и свидетельствуют, и обвиняют. Но Павел отвечает, что я много лет уже, и жизнь мою знают. Следовательно, он не иностранец, ни чужой, ни нововводитель, если уже много лет знает судью. Не напрасно прибавляет, праведно. Но чтобы тот не смотрел ни на первосвященника, ни на род, ни на обвинителя. Смотри, как он воздерживается от укоризны, хотя она и нужна была. Верует всему сущему в законе. Этим выражает, что ни один человек, верующий в будущее воскресенье, которое и они сами принимают, никогда не может сделать того, в чем обвиняют его. Не сказал, что они веруют в Писании пророков, потому что они не веровали. Но что он верует всему, а не они. Как же так? Долго было бы теперь говорить об этом, только высказал Павел и не упомянул о Христе. Но словом веры он указывает и на Христа, а останавливается более на учении о воскресенье, которое также и имя было принимаемо, и отклонило от него подозрения во всяком возмущении. Затем следует причина его прибытия. Пришел, говорит, сотворить милостыни в народе моем приношения, и при том, после многих лет. Как же он мог возмущать тех, кому, желая доставить милостыни, совершил столь далекий путь? И не с народом, говорит. Везде опровергает мысль о возмущении. Хорошо ссылается и на обвинители из Асии, говорит, что им надлежало предстать, обвинять. Так он был уверен в своей чистоте от вводимых на него обвинений, что сам вызывает обвинителей. Не отвергает обвинителей, не только асийских, но и иерусалимских. Вызывает и этих, прибавляя, или сами те пусть говорят. С самого начала они восстали на него за то, что он проповедовал воскресенье. Потому хорошо он указывает на это. Доказав это, он легко мог перейти к учению и о Христе, о том, что он воскрес. И какую неправду нашли, говорят они, во мне. В сомнище, когда я стоял, говорит, выражая, что они ничего не нашли в нем, допрашивая его не наедине, но в большом собрании и при тщательном исследовании. 432. А что это справедливо, свидетелями тому служат сами обвинители. Потому он и говорит, что и я подвязаюсь иметь непорочную совесть всегда перед Богом, перед людьми. Совершенный добродетель бывает тогда, когда мы и людям не подаем повода ко греху, и перед Богом стараемся быть безукоризненными. Разве только за то слово, которое я громко сказал? Словом возопил показывает их насилие. И как бы так, говорит, они не могут сказать, ты делал это под предлогом милостыни, потому что я делал это не с народом и не с молвою. Притом и при исследовании дела ничего более не найдено. Видишь ли кротость его в опасностях? Видишь ли язык? Благо глаголевый. Он старается оправданием своим только защитить себя, а не обвинять их, если не вынужден к тому необходимостью. Подобно как и Христос говорил, беса я не имею в себе, но чту отца моего. А вы, не чтите меня, Иоанн 8.49, будем подражать ему и мы, так как и он подражал Христу. Если он не говорил ничего оскорбительного тем, которые хотели погубить и умертвить его, то какого прощения достойны будем мы, которые во вражде и ссорах бываем подобны диким зверям, называем врагов наших злодеями, проклятыми? Простительно ли даже, что мы имеем врагов? Разве ты не знаешь, что воздающий честь другому воздает честь самому себе? А мы бесчестен самих себя. Ты обвиняешь другого, что он оскорбил тебя? Но для чего сам подпадаешь обвинению? Для чего сам наносишь себе рану? Будь бесстрастен, будь неуязвим. Желая уязвить другого, не причиняй зла самому себе. Не довольна нам других душевных тревог, возбуждающихся без всякой причины, как-то неуместных пожеланий, огорчений, сетований и тому подобного. Надо бы еще умножить их новыми. Но как можно, скажешь, терпеть, когда меня оскорбляют? А как невозможно, скажи мне? Разве слова наносят нам раны или делают шрамы на теле? Какой же нам от них вред? Нет, если захотим, мы можем терпеть. Положим себе законом не оскорбляться, а и перенесем. Скажем самим себе, это происходит не от вражды, а от слабости. И точно это происходит от слабости. Когда нет мысли о вражде или зонамеренности, тогда оскорбляемый хотя бы потерпел тысячи оскорблений, имеет желание удержаться. Если мы будем представлять только это, то есть, что это происходит от слабости, то перенесем все, оскорбителю простим и сами постараемся не предаваться тому же. После этого я спрошу всех вас, присутствующих, можете ли вы, если захотите быть так любомудрыми, чтобы терпеть оскорбления? Думаешь, что скажете «да»? Так оскорбляющий наносит себе оскорблений невольно. И не по своему желанию, но по принуждению страсти. Удержись же! Не видишь ли беснующихся? Как они? Он, беснующийся, подвергается этому не столько от вражды, сколько от слабости. Так и в нас огорчение происходит не столько от свойства оскорблений, сколько от нас самих. Почему в самом деле мы переносим те же самые оскорбления от беснующихся? Мы переносим даже, когда оскорбляющие или наши друзья, или высшие. Не безрассудно ли в этих трех случаях, то есть от друзей, от беснующихся, от высших, переносить оскорбления, а от равных и низших не переносить? Я многократно говорил, что это лишь мгновенный порыв. Воздержимся немного, и пройдет все. Чем более кто оскорбляет, тем более он слаб. Знаешь ли, когда надо наскорбляться? Когда оскорбляемый нами молчит, тогда он силен, а мы слабы. Если же бывает напротив, то нужно даже радоваться, тогда ты достоин янца, достоин провозглашения. Не выходи на место борьбы, не подвергаясь неприятным действиям солнца, жара и пыли. Не сходись и не схватываясь с противником, но только пожелав, сидя или стоя, ты можешь получить великий венец. И не просто великий, но гораздо больше, чем те борцы. Не все ведь равно, не извергнуть противоборствующего врага, или притупить стрелы гнева. Ты победил, не схватываясь с противником, не изложил возбуждавшуюся в тебе страсть, умертвил свирепого зверя, обуждал ненистовый порыв, как доблестный пастырь, тогда как предстояла тебе внутренняя брань, домашняя война. Как враги, обложившие город и осаждающие его извне, когда возбуждают в нем междоусобную брань, тогда и одерживают победу. Так и оскорбляюще. Если не возбудить в нас самих страсти, несостояние будет преодолеть нас. Если же сами не воспламенимся, то он не будет иметь никакой силы. Пусть же искра гнева хранится в нас и воспламеняется лишь благовременно, не против нас самих, и для того, чтобы причинить нам множество зол. Не видите ли, как в домах огонь содержится в определенном месте, а не разбрасывается всюду, ни на сено, ни на одежды и куда случиться, чтобы он не воспламенился от дуновения ветра. Когда или служанка зажигает светильник, или повар разводит огонь, то строго им внушается, чтобы делали это не на ветру, не близ деревянных вещей и не в темноте. А когда наступает ночь, то мы тушим огонь, опасаясь, чтобы во время нашего сна, когда некому смотреть за ним, он как-нибудь не разгорелся и не сжег всех. Точно так же будем поступать и с гневом. Пусть он не сопровождает все наши помыслы, но хранится в глубине души, чтобы не возбуждал его ветер от слов противника. Но чтобы это возбуждение он получал от нас, а мы умели бы возбуждать его умеренно и безопасно, когда он возбуждается извне, кто не знает меры и может пожечь все. Он часто может возбуждать и во время нашего сна и пожечь все. Будем же воспламенять его в нас только для того, чтобы он светил, ведь гнев издает свет, если он возбуждается, когда следует. Будем вот употреблять этот светильник против тех, которые обижают других и против дьявола. Пусть не везде полагается и не везде разбрасывается эта искра, но хранится у нас под пеплом. Будем содержать ее в помыслах смиренных. Не всегда она бывает нам нужна, только тогда, когда надо бы на что-нибудь исправить и умягчить, когда надо бы на преодолеть упорство или вразумить чью-либо душу. 434 Сколько зла происходит от раздражения и гнева, и что особенно тяжело, когда мы находимся во ворожде, то не хотим сами положить начало примирению, но ожидаем других. Каждый стыдится прийти к другому и примириться. Смотри, разойтись и разделиться не стыдится, напротив, сам полагает начало этому злу. А прийти и соединить разделившиеся стыдится, подобно тому, как если бы кто отрезал член, не усомнился, а срастить его стыдился. Что скажешь на это, человек? Не сам ли ты нанес великую обиду и был причиной вражды? Справедливость требует, чтобы сам же ты первый пришел и примирился, как бывший причиной вражды. Но если другой обидел, и тот был причиной вражды, и в этом случае следует начать примирение тебе, чтобы тебе больше удивлялись, чтобы тебе иметь первенство как в одном, так и в другом. Как не ты был причиной вражды, так не тебе быть и причиной ее продолжения. Может быть и тот, сознав вину свою, устыдится и вразумится, но он высокомерен. Тем более ты немедленно прийти к нему, он страдает двумя болезнями – гордостью и гневом. Сам ты высказал причину, почему ты первый должен прийти к нему. Ты здоров, ты можешь видеть, а он во тьме. Таковы именно гнев и гордость. Ты свободен от них и здоров, приди же к нему, как врач, к больному. Говорит ли кто-нибудь из врачей, такой-то болен, поэтому я не пойду к нему. Напротив, тогда врачи идут к больному, когда видят, что он сам не может к ним прийти. А тех, которые могут прийти сами, они менее заботятся, как о больных, не опасно. А лежащих же напротив. А они тяжелее ли всякой болезни, гордость и гнев? Не подобны ли этот сильной горячке, а та развившейся опухоли? Представь, каково страдать горячкой и опухолью? Иди же, угаси его огонь, ты можешь сделать это при помощи Божией. Останови его опухоль, как бы примочкою. Но что скажешь, если от того самого он еще более возгорится? Тебе нет до этого нужды. Ты сделаешь свое дело, а он пусть отвечает сам за себя. Только бы нас не упрекала совесть, что это произошло от опущения с нашей стороны чего-нибудь должного. Накорми, говорит врага твоего, и делая это, соберешь ему горячие угли на голову. Впрочем, и при этом оно повелевает идти примириться и благотворить врагу. Не с тем, чтобы собрать на него горячие угли, Но чтобы он, зная это, исправился, чтобы трепетал и боялся этих благодеяний больше, чем вражды. И этих знаков любви больше, чем обид. Для вражду еще не столько опасен враг, причиняющий ему зло, Сколько благодетель, делающий ему добро. Потому что злопамятный вредит хотя немного и себе, и ему. А благодетельщий собирает уголья огненные на голову его. Поэтому, скажешь, и не должно делать ему вред добра, чтобы не собрать на него угольев. Но разве ты хочешь собрать их на собственную голову? Это и происходит от памятозлобия. А что, если я еще более усилю вражду? Нет, в этом виновен будешь не ты, а он. Если он подобен зверю, если и тогда, как ты благодетельствуешь, Оказываешь ему честь и желание примириться, Он упорно будет продолжать вражду. То он сам на себя собирает огонь, сам сожигает свою голову. А ты нисколько не виновен. Не представляй себя, человека любивее Бога. Иначе испытаешь множество зол. Или лучше, хотя бы ты и захотел, Ты не можешь достигнуть этого нисколько. Как же? Как отстоит небо от земли, говорит Господь, Так отстоят мысли ваши от мыслей моих. И еще. Если вы, будучи злыми, умеете даяние добрые давать детям вашим, То кольми пачи Отец ваш небесный даст вам. Нет, это отговорка и предлог. Не будем же перетолковывать заповеди Божьи. А как скажешь, мы перетолковываем их? Он сказал, делай это, угли огненные соберешь на голову его, А ты, говоришь, боюсь за врага, который жестоко оскорбил меня. Не так ли, говоришь ты? Но для чего ты приобрел себе врага? Почему ты за оскорбителя боишься, а за себя не боишься? О, если бы ты заботился о самом себе! Не делай добра врагу с этой целью, Или лучше делай хотя с этой целью. Но ты не делаешь. Скажу тебе не то только, что соберешь на него горящий уголь, Но и нечто другое и большее. Только делай. Павел говорит, все это только для того, Чтобы побудить тебя прекратить вражду, Хотя надежды на наказание врага. Мы так жестоки, что не иначе хотели бы примириться с врагом, Как в надежде навлечь на него какое-нибудь наказание. Поэтому он и делает нам, как бы какому зверю, эту приманку. Но апостолам Господь не сказал этого, А что, да будете и говорит подобное Отцу вашему небесному. С другой стороны, невозможно, чтобы благодетельствующие И получающие благодеяние остались врагами. Потому апостол и дал такую заповедь. Для чего ты любомудрствую на словах не соблюдаешь должного на деле? Хорошо, положим, что ты не насыщаешь врага для того, Чтобы не собрать на него горящих угольев. Следовательно, ты щадишь его, любишь его, Благодетельствуешь с этой целью. Бог знает точно ли с этой целью, как говоришь ты. Может быть, ты хитришь перед нами и играешь словами? Ты заботишься о враге, боишься, чтобы он не подвергся наказанию. Следовательно, ты погасил свой гнев. Кто питает такую любовь, кто презирает собственные пользы для блага другого, Тот не имеет вражды. Так мог бы ты сказать. Но доколе мы будем шутить в предметах нешуточных и непростительных? Потому вещеваю, братство наше, Возлюбленные Господом Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом, Прошу и умоляю вас, Оставив эти предлоги, Не будем невнимательными к законам Божьим И непослушными Его заповедям. Чтобы мы могли благодушно Господу провести, Быть послушными Его заповедям, И благодушно Господу провести настоящую жизнь, И получить обетованные блага, Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, С которым отцу со святым духом слава, держава, честь, Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok